Всем привет, ребята, с вами снова я, RestorPlay, и сегодня я вам покажу топ-3 мод для Майнкрафта Battle Edition 1.17 релиз. Ребята, вчера, только вчера вышла оригинальная версия 1.17. Раньше вы могли тоже скачать, но это была бета-версия, то есть тестированная. И я хочу показать для этой версии топ-3 моды. Естественно, один мод можно использовать хоть для 1.16, но все же остальные работают на 1.17. Ну а мы, ребята, погнали! Спросите ли вы, ребята, где эти моды находятся? Ну, для этого нам нужно взять подзорную трубу. Да, в Майнкрафте 1.17 добавилась подзорная труба. И внимательно посмотреть. Если присмотреться, то там можно увидеть раз сундучок, два, ну и там должен быть третий. Именно там находятся наши первые моды. Ну вот, ребята, мы тут находимся там, где наши моды. И давайте я вам покажу первый мод, который находится во втором сундучке. Чтобы этот мод работал, вам заранее нужно менять язык на английский. Если у вас будет стоять русский, да, или какой-либо другой, то этот мод у вас не будет работать. А если вы поставите английский, то у вас будет работать. И это физика предметов. То есть, если вы, допустим, возьмете там предметы, да, и выкинете их на землю, то они будут валяться. Вот, смотрите, как это выглядит. Я кидаю, и штаны берут и валяются вот на земле. Очень даже круто. Их можно даже передвигать вот так вот. Вот, и чтобы взять эти вещи, нужно не нажимать. Нажимать ничего не выйдет. Вообще, мне говорили, что нужно нажимать. Но я догадался, это нужно просто сесть на shift, и тогда ты сможешь подобрать. Так же самое работает это с нагрудником. Это работает с лопатой. Это работает с шлемом. Работает даже с ножницами. Вот представьте себе, можно ножницы кинуть, с ними тоже будет работать. А с прозорной трубой будет работать? Ну, с прозорной трубой не работает, потому что да, это обновление. Я думаю, автор не успел сделать это все. Вот догадался, ребята, что блоки, если выкидывать блоки, то они так валяться не будут, к сожалению. А если там, допустим, выкинуть ботинки или что-то в этом вроде, то они будут валяться. Это, конечно, большой минус этого мода. Давайте попробуем выкинуть зелье. Что будет? Даже зелье валяется. Ребята, это обалдеть. Это самый лучший мод. Лично я вам скажу, в 1.16 ранних версиях я всегда искал мод на физику предметов. Я нигде не находил рабочие моды, но вот, как видите, я нашел. Итак, вы можете сделать какой-нибудь фильм, ребята. Это очень-очень классно выглядит. Реально, только посмотрите, все эти вещи могут лежать. Здесь какой-то баг произошел. А, все нормально. Наверное, с удочкой. Это просто же шибис. Я вот могу теперь, естественно, шифт пройтись и эти вещи у меня подберутся. В общем, очень суперский классный мод. Я даже настолько не представлял, что он более вообще крутой. Но вы будете знать. Второй мод, ребята. Вот давайте заглянем в сундучок. Это дрон в Майнкрафте ПЕ. Ну, или же Бедрок Эдишн. Давайте подберем все эти наши вещи и я вам продемонстрирую. Что это нам дает? Естественно, эти вещи вы можете найти в инвентаре. Например, чтобы заспавнить дрона, вам нужно вот зайти там, где яйца. И вот. Вот. Дрон из Латион Кит. Ладно, я не буду уже показывать, где что находится. Давайте я вам покажу, как это работает. Мы можем вот так вот поставить. То есть заспавнить наш дрон. Чтобы этот дрон активировать, вам нужно взять Редстоун Блок. И нажимать Тейм. Или же просто использовать. Ну, кнопочку использовать. У вас дрон... Возле дрона появятся партиклы сердец и он начнет летать. Если мы возьмем контроллер, то он будет летать все время за нами. Ребята, если вы захотите, чтобы он все время с вами летал, то вот берите на заметку. С контроллером можете ходить и он будет за вами идти, как питомец. То есть летать. Чтобы воспользоваться этим дроном, нам нужно надеть вот этот шлем. Когда мы надеваем этот шлем, то мы телепортируемся к дрону и мы можем, в принципе, летать. Как летать? Вы берете контроллер и он летит туда, куда вы покажете этим контроллером. Конечно, вначале он может зависнуть чуточку, но потом он уже нормально начнет летать. Единственный минус этого дрона в том, что я никак еще не понял, как с помощью контроллера сделать так, чтобы он подлетел вверх. Потому что я не понимаю, как ему подлететь. Он только летит вперед. Это большой минус. Ну, в принципе, я... В принципе, чтобы он подлетел вверх, да, сейчас давайте, чтобы мы вышли, мы снимаем шлем. И, кстати, вот давайте мы вот так вот сделаем. Сейчас мы отлетим. И если мы снимем шлем, то мы все равно телепортируемся назад, там, где мы, в принципе, и надевали этот шлем. И он, кстати, этот дрон сразу к нам возвращается. Хотя, чтобы он не вернулся, вам просто не надо снимать шлем, когда вы держите контроллер. Так, стоп, куда? А ну-ка ко мне убежать хотя бы, посмотрите на него. Также вы можете открыть свой дрон и положить туда какие-либо вещи, да. Это инвентарь дрона. То есть, когда вы летаете с дроном, то вы можете этим дроном кого-то вынести. Давайте, ну, демонстрировать уже не буду. Вы можете сами это проверить. Когда вы кого-то выносите, то вы можете подобрать предметы. И предметы эти остаются в дроне. Или же, если вы снимаете шлем, то они у вас. Я уже не совсем, конечно, помню. В общем, какая еще есть функция у этого дрона? Смотрите, этот дрон агрессивен к плохим мобам. Давайте я вам это продемонстрирую. То есть, к монстрам. Вот, смотрите, он ко мне подлетает. Я хочу здесь распамить зомби. И смотрите, как он агрессивен. Я заспамю. Спамю. И смотрите, он начинает его стрелять стрелами. Он агрессивен к мобам. И это вам может очень сильно помочь. Думаю, неплохой, в принципе, мод для выживания и чтобы развлечься. Переходим к последнему нашему моду. Давайте посмотрим, что в этом сундуке. Ничего. Не понял. Ребята, для того, чтобы этот мод работал, нам нужно активировать сам мод. Я его не активировал. И, ну, потому что я боялся, что другие моды из-за этого не будут работать. Давайте я по щелчку пальца его активирую. Вот, ребята, мы вернулись. То есть, я уже активировал мод. И давайте мы посмотрим, что это за мод. Для этого нам нужно прописать гмод 1, чтобы... Ой, то есть, какой 1? 0. Чтобы он работал. И опять почему-то дождь идет. Проверить, будет ли этот мод работать с другими модами. Я проверил, и этот мод не работает с другими модами. Вот. И поэтому я и боялся его включать. Ну, и что же этот за мод? Это, ребята, рандомный дроп. Да, я курицу еще что взял с креатива, потому что у меня был голод. Как это работает? Если вы, допустим, убьете какого-нибудь моба или сломаете блок, то у вас будут выпадать рандомные вещи. Давайте я вам это продемонстрирую. А, да, помимо вещей у вас может еще и не только вещи выпасть, а еще может заспавниться мод или поставиться какой-то блок. Короче, это работает как лаки-блоки, но чуть-чуть, в принципе, в измененном виде. Давайте я, наконец, уже вам продемонстрирую. Ломаем землю. И, естественно, да, у нас заспавнились зомби. Я вам говорил, что зомби тоже могут заспавниться. Поэтому будьте аккуратней. Вот, допустим, мы сломаем блок. Еще блок. Вот, мы получили палочку и как раз-таки мы заспавнились в лаве. Вот так вот. Ладно, давайте все равно ломать дальше. О, кстати, мы получили алмазный наградник. Два алмазных наградника. Тише. У меня левитация. Давайте мы приземлимемся на воду. Все нормально. Да, конечно, тут слишком не такой шаромдомный дроп. Тут выпадают очень часто от ней те же вещи. Но, в принципе, возможно с таким модом выживать. Вот, давайте мы попробуем добыть дерево. Добываем дерево и нам выдается каменный меч. А почему? Я даже не понимаю. О, кирка у нас. Давайте, что-нибудь крутое. Ну, почему мне зомби выпадут? Почему зомби? Я не хотел с зомби иметь дело. Давайте попробуем убить моба. Если мы убьем, допустим, курицу, то нам выдается эффект тошноты. Еще раз убиваем курицу. И у нас опять спавнятся эти зомби. Я не понимаю, почему одни и те же почти один и тот же дроп выпадают. На самом деле, выпадают разные дропы, но почему-то мне в этот раз не везет. Вот, кстати, и сушитель скелет у нас появился. А если траву ломать? О, у нас уже булыжник и верстак появился. Я только заметил. У нас уже опять огненный стержень появился. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Тише. Все нормально. В этом видеоролике меня больше всего удивил мод на физику предметов. Потому что я, на самом деле, не ожидал, что оно будет настолько крутым. Я, типа, там посмотрел мечи и все такое. Ну, типа, не такое. Да, на себе, в принципе, самый обычный мод на физику. Но там еще и элитры, и компас так может это лежать. Это очень-очень даже круто. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Это было топ-3 мода для Майнкрафта ПЕ 1.17 релиза. Если вы хотите еще крутые моды для этой версии, то проявите свою активность, пожалуйста. Пишите в комментариях ваше мнение, как вам этот мод понравился, не понравился. Пишите, какие вы еще хотите моды, чтобы я заснял. Я как-нибудь засниму. Всем удачи и всем пока-пока.